Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. За кубометр увеличится и стоимость газового отопления. Остальные тарифы в Кировской области выросли с июля. В Кирове сильнее всего подняли стоимость отопления из-за необходимости оплачивать реконструкцию теплосетей, которую ведет к АТК на 7,5%. Программа Экономика. Экспортеры фанерного сырья могут предостановить отгрузки в КНР. Это связано с необходимостью химической обработки древесины, которую требует китайская сторона. Об этом руководство Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртии заявило на заседании комитета по промышленному лесопользованию ВТПП. Сложность заключается в том, что обработка пестицидами возможна при температурах от плюс 10 и выше. Зимой, если не построить специальные площадки с нужным температурным режимом, экспорт станет невозможен. А строить их дорого и долго проще не поставлять березу в Китай совсем. При этом кировские предприниматели отметили, что есть пояснение от китайской стороны о том, что зимой проводить фумигацию не надо. Комитет Вятской торгово-промышленной палаты попросил представителей Россельхознадзора внести ясность, чтобы исключить разные трактовки документов. Экономика. На 101 АФМ. Сегодня последний день для сдачи декларации 3НДФЛ. Необходимо успеть с документами тем, кто в 2019 году получил в дар не от близких родственников квартиру, машину, акции и иные дорогие подарки. Выиграл в лотерею, продал квартиру, находившуюся в собственности меньше установленного законом срока. Получал доход от сдачи квартиры в аренду. Имел доходы за границей. По данным УФНС, это примерно 38 тысяч физлиц. Если не подать декларацию до 30 июля, предстоит заплатить штраф в 5% от неуплаченной в срок суммы налога за каждый месяц, но не более 30% суммы и не менее 1000 рублей. Штраф за неуплату НДФЛ 20% от суммы. Экономика. В завершении о валютах. Доллар сегодня 72 рубля 23 копейки. Евро уже подбирается к отметке 85 рублей. Сегодня официальный курс 84,91. Ольга Болезина. Новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101ФМ. Одина ФМ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...